Ну что же, всем привет, вы на канале CryptoComments, это быстренький беглый апдейт по рынку. Вчера у нас был с вами стрим, буквально вот даже сегодня, наверное, уже у многих. Сегодня просто я нахожусь в Южной Америке, поэтому у меня день только начинается, а у вас уже, наверное, заканчивается у многих. Тем не менее, был стрим буквально вот что в 10 назад, в котором мы с вами откупали вот это вот дно, откупали дно и по биткоину, и по некоторым альткоинам. Поэтому хочу сделать... Сейчас, байкер проедет. Поэтому хочу сделать, собственно, небольшой апдейт по ситуации. Я вчера набрал аудио за обе щеки, как последний хомяк на падении, на вот этом падении с Камовым. И посмотрите, о, как оно отскочило. А-хри-факин-неть. Оно даже отскочило сильнее, чем я вам говорил, что оно отскочит как минимум вот сюда в золотую фибу. Блин, оно даже перезакрыло вот это падение, я проспал. Вот почему нужно было, кстати, ставить частичные тейки. Сейчас как бы, ну что, я в плюсе на 500 долларов, на 600, а при этом в минусе на 1000. То есть, в принципе, я еще даже в БУ не вышел. Но вот здесь, по идее, как раз можно было в БУ и выйти, на мой взгляд. Было бы 0.38 фибка, 0.5. Не знаю. Сейчас уже ничего не знаю. По идее на инверс. Это все должно у меня пойти на инверс. То есть, я сейчас закрою эти позы по альткоинам QSDT и буду переводиться в инверсные контракты. Потому что, друзья, напоминаю вам, что у нас прямо сейчас на нашей любимой бирже Bybit идет соревнование по инверсу. Инверсный турнир на Bybit. Обязательно вступайте, ссылка первая в описании. В чем фишка инверсного турнира? В том, что вы торгуете, вы-то торгуете всем, чем хотите, но в зачет идут деривативы только с инверсных контрактов. А именно все вот эти вот. Биткоин, Эфир, Риос, XRP, Дот, Ада, Манна, Лайткоин и Солана. Так вот, соответственно, всего осталось меньше недели, 6,5 дней до окончания состязания. Очень высокий шанс на победу, так как участвует очень немного народу. И давайте скорее торговать, наторговывать торговый объем, потому что не у всех еще он набран, даже у меня, не по всем парам. И еще что хорошо, что если вы по какой-то паре слились, то по другой вам зачитают по НЛ с лучшей вашей пары. То есть, в принципе, много попыток, грубо говоря, есть, чтобы показать всем, что ты умеешь торговать. Вот, так что, друзья, опять же, дисклеймер не финансовый совет, конечно же. Трейдинг состязания делал такое, оно еще больше подстегивает к нервотрепке и к сливу депозита. Но, тем не менее, что есть, то есть. Вот мы видим с вами, что биточек отскочил. Эфир тоже отскочил. И да, вот мы его прямо внизу, получается, с вами и набрали, вот здесь вот вчера на стриме. Поэтому, если вам нравится такой криптоконтент, где мы честно, открыто торгуем с вами вместе, обсуждаем сделки, а не просто бла-бла-бла-бла-бла-бла, несем вам, рассказываем про то, что вот там хорошие проекты и так далее. Здесь все по чесноку. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал обязательно и ставьте лайк, если вам тоже такое заходит. Чувак на меня смотрит очень интересный чувак, местный, мне кажется, доставщик. Мне кажется, что это местный доставщик из Рапи. Ча, я вам его покажу. Прикольно просто. Вот, вот так вот я сижу, собственно. Вот так вот у меня кафешка шикарная здесь, кофеечек. И чувачок тоже вот делает вид, что он на меня не смотрит, но на самом деле смотрит, как вы можете видеть. И здесь вообще прикольный район. Это Висенте Лопес. Нет, это что? Это Сан-Исидро. Короче, это улица Авнида Либертадор. Она мне очень нравится. Она какая-то такая зеленая и приятная. Вот. Тут все ребята, собственно, ходят, делают свои дела. Старбакс, кстати, есть как МакАвто, Стар Авто, типа. Бакс Авто. Автобакс. Вот. Ну да ладно, не будем отрываться от наших графиков и от наших сделок. Поэтому погнали дальше. Дальше что мы видим? Дальше мы видим то, что эфирчик отскочил, поэтому возьму-ка я и закрою одну какую-то, понимаете, часть этой сделки. И по биточку тоже возьму-ка я и закрою часть этой сделки. Вот, ребята, очень на самом деле тяжело и очень не хочется всегда делать вот это, закрываться, закрываться. Очень всегда не хочется, когда все в плюсе. И очень не хочется, очень страшно всегда открываться внизу, когда все в минусе. Но, как мы с вами видим, как показывает практика, именно это делать и надо. И именно этому я вас и учу, мои дорогие. Поэтому сегодня в этом коротком обзоре я еще раз повторю очень важную вещь, что вы никогда не сможете узнать точное дно или точный потолок движения. Но вы сможете всегда, примерно понимая, что есть некие средние значения, да, вот здесь, вы можете понимать, что здесь мы от них сильно отклонились вниз и добирать постепенно везде, потому что вы не знаете, докуда упадет, даже здесь. И также здесь, понимая, что мы отклонились от них наверх, разгружаться постепенно вот здесь, понимая, что тоже и здесь может дойти и здесь. Но в целом нужно понимать, что здесь вы чуть-чуть, если цена до туда не дойдет, то здесь вы хотя бы отторгуете часть объема, понимаете, своим каким-то диапазоном. Это все, это очень важные вещи. К этому будешь приходить и приходить еще много лет в трейдинге, я уверен. Тем не менее, ребят, по ТРДР у нас с вами загорелся продавец вот здесь вот. Да никакой там, какой-никакой, а сильный продавец. Сильный продавец. На 30 минутках он загорелся, на часе он загорелся, посмотрите. И как мы видим с вами эти метки, они достаточно точно указывают нам уровни поддержки и сопротивления. Для тех, кто не знает, ТРДР это лучший скринер заявок со всех бирж. Вот это мы здесь смотрим, спотовые стаканы со всех крупных бирж. Поэтому это не какой-нибудь опаздывающий индикатор. А это, друзья мои, как раз опережающий индикатор, один из немногих. Потому что сначала он показывает вам скопление крупных ордеров в стаканах, а потом цена уже начинает, соответственно, реагировать на это и двигаться. Поэтому, что здесь мы можем сказать? Что, во-первых, осталось всего 2 или 3 дня на получение скидки, на то, чтобы получить скидку 20%, ребята, на ТРДР по нашей ссылке из описания. Поэтому обязательно, если вы еще этого не сделали, сейчас самое время подключайте ТРДР. А, соответственно, что мы здесь видим? Ничего нового мы не видим. Снова мы подтверждаем наличие вот этого канала, понимаете, краткосрочного спекулятивного канала, где есть поддержки и сопротивления. Ну что, здесь можно еще отметить, что канал, в принципе, у нас с недавних пор этот стал быть нисходящим. То есть он был долгое время восходящий. Сейчас он уже, давайте согласимся с тем, что он нисходящий. Может быть, может быть, это еще и падающий клинк. Вот такой вот. Если это падающий клинк, то, по идее, это хорошо. Для быков под теханализу это такое пробивается наверх. Но в целом, ребята, я вам напоминаю, что коррекция хорошая, нормальная коррекция назревала уже достаточно давно. Мы об этом говорили с вами у нас на канале. Все, вот это время, весь вот этот рост. И вот, что мы здесь и видим. В принципе, похоже, что было здесь. Посмотрите. Тоже коррекция назревала давно. Мы ушли вбок, прошли чуть-чуть вниз и пошли дальше наверх. В принципе, сейчас может быть что-то подобное. С пробитием вот этого дна ложного, да. И, блин, я не знаю. Если мы сейчас полетим наверх, друзья, то это просто будет экспонент от 1000 на 120 сразу по биткоину. Но дисклеймер не финансовый совет. Возможно, что мы еще дольше поконсолидируемся или упадем куда-нибудь ниже. Куда-нибудь ниже все. Еще мы можем дипануть, ребята, на 52, 54. Вообще никаких проблем не вижу с этим в долгосроке. Вот опять же у нас биткоин, вот средние значения. Вот мы ушли выше них. И если биткоин сходит пощупать куда-нибудь хотя бы даже вот эти зоны, понимаете, вот тут тоже были, посмотрите, какая проторговка была. Вот эти средние значения внутри средних значений. То ничего страшного не произойдет в макрокартине, ничего не изменится. Просто ликвиднется здесь дохрена идиотов. И потом мы пойдем дальше наверх. Поэтому, друзья, тут как бы все решения принимайте сами. Все риски берете на себя. Сказал, что думаю, свои 5 копеек вставил, свои 5 сатоши, да. Добавляйтесь к нам обязательно на инверсное состязание на Bybit. Пока все еще не поздно это сделать. Регистрация открыта еще 2 дня до 15. И будем с вами на связи. Вот смотрите, стоило закрыться частично, сразу все наверх поперло на 5 минутках. Но это нормально. Вы еще раз вам говорю, вы никогда не будете точно знать, где дно, где потолок. Не кусайте локти, не ловите фома, не тоните в страхе и в жадности, а спокойно, с холодной головой, рациональненько, потихонечку забирайте профит, если он у вас есть. Что, собственно, я сейчас и начну делать по монете аудио. По монете аудио начну тоже это делать. Расставлю лимиточки куда-нибудь повыше на... По 10% от позы, вот на 17 центов, например. По 10% от позы, это моя любимая вещь. 18 центов, 19 центов. Авось добьет, называется. Вот и все. Ребята, у меня на этом все. С вами был Гринни, это канал Крипто Коммонс. Спасибо, что смотрите, ставите лайки, стопы ставите и тейки, чтобы вас не смыло. А в это нелегкое время ставите лайки, чтобы пропампить не только наш канал, но и крипту в массы, ребята. Крипту в массы пампим вместе с вами. Пишите хорошие комментарии. Спасибо, что у нас с вами уже больше 100 тысяч. Я это очень ценю. И скоро увидимся. Пока-пока-пока. Все, а мне надо ехать в обменник.